Моментально и сначала без дыма. Так очевидцы описали зарождение пожара. Это пламя обожгло обычный субботник. Уборку устроила семья Яны. Несколько дней на одном и том же месте они сжигали накопившийся хворост. Но 22 апреля костер стал роковым. Жгли мусор мы вот здесь. Сам очаг возгорания был, где лопата вставлена в пень. Там получается. То есть это по примечанию МЧС больше 10 метров. И высоту здания, сооружения постройка была 3 метра 10 сантиметров. Теперь вместо хозпостройки выжженная земля. И как несложно поверить, мол далеко было от огня, но именно костер стал причиной пожара. На то указала экспертиза. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. В ходе которой назначена строительная техническая судебная экспертиза. А также проведена пожарно-техническая судебная экспертиза. По результатам которой было установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось загорание загораемых материалов в хозяйственной постройке от искр костра. На участке имущество сразу трех соседей. Три хвост постройки и три дома. Причем вплотную. И огонь по крыше зацепил все. А значительный ущерб понес Сергей и его семья. Их часть дома была дальше всего от огня. А вот в сарае мужчина потерял моторную лодку, электроинструменты. Но в тот вечер Сергей тоже был на улице. Поэтому не ищет виноватых. Должны как бы входить в положение и помочь. Тем более, что я таких претензий к ним сейчас не имею. Зато к самому Сергею претензии есть у нашего телеканала. На пожаре Погорелец утратил контроль над собой. Что ты мне профессионализм не говоришь? Вот этих вот людей. А у меня нет совести. В итоге мужчина атаковал корреспондента и камеру первообластного. На место пришлось вызывать полицию. А сейчас инцидентом занимается следственный комитет. Впрочем, страсти вокруг потухшего пожара еще продолжают полыхать. Для Ирины это место родное. Почти 90 лет назад здесь поселились ее предки. Ну все протекло. Все негодно. Поэтому я не могу позитивно к ним относиться. Как они говорят, у нас общее горе. У меня нет с ними общего горя. Это они поджигали каждый день. И слушать они ничего не хотели насчет своих костров. И, конечно, огонь не пощадил семью Яны. Хоз по стройку не спасли. Чердак прогорел. А потом, как и у всех, напитался водой. Вещи и мебель испорчены. Площадь сокращена. Сильнее всего у этой семьи пострадала именно эта комната. Здесь из-за огня и тушения пожара обвалился потолок. Два дня семья выгребала последствия. И сейчас без ремонта жить в этой комнате невозможно. Восстановить свой дом – одна сторона проблемы. Но семья Яны хочет, насколько это возможно, высместить ущерб своим соседям. Помочь со стройматериалами и финансами. Для этого они не обращаются за поддержкой корловчанам. Мы не собираемся себе ничего в карман класть. Просто у нас потребительский кредит – 700 тысяч рублей на дом. И нам просто неоткуда брать сейчас деньги, чтобы восстанавливать людям погоревшее имущество. Стройматериалы можно проносить к самому дому на 4-ю курску 97. А реквизиты для финансовой помощи – на экране. Екатерина Головина, Иван Суверин, Валентин Худокормов, телеканал Первый областной.